Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. А жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Всё больше задач, всё больше забот. С любыми задачами сможем мы справиться. Ведь есть наш завод, кирпичный завод. Кировский кирпичный завод. Стройте свою жизнь. С нами Луганская, 59. Телефон 761-500. О, Таговый дом, Кировский кирпичный завод. Киров, улица Луганская, 59. Уграян, 114-43-450-17-541. «Особое мнение» на 101-FM. 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает сегодня Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области Фёдор Сураев. Фёдор, добрый день. Здравствуйте. Буквально ежедневно городские власти дают нам поводы для обсуждения и комментариев. Вот, например, директор ДДХ, дирекция дорожного хозяйства Альберт Гутнов рассказал, что в Кирове, в нашем эфире рассказал, что в Кирове будет реализована новая схема дорожного движения и общественного транспорта. Она должна изменить оперативную обстановку на дорогах и скорость движения автомобилей. Ну и отношение горожан к правилам парковки. Слышали об этом? Да, об этом слышал, мнение тоже читал. На мой взгляд, очень правильный ход, потому что... Своевременное решение? Ну, я бы сказал, немножко с запозданием, потому что ситуация на городских улицах поменялась довольно-таки давно. Транспорта становится всё больше, поэтому какие-то решения уже пора было принять и раньше, но раз это происходит сейчас, хотя бы сейчас с опозданием, но я думаю, решение будет правильно. Самые проблемные зоны, на ваш взгляд, где у нас на дорогах или в транспортной системе? Потому что это всеобъемлющая история. Он говорил, что это не только перенаправление потоков машин, это и парковочные пространства, и вот общественный транспорт. Ну, самые проблемные места, я считаю, у нас это всё-таки центр города, наверное, и вот эти вот дорожные сети, которые соединяют отдалённые районы от центра города. То есть это вот район там между Филейкой и центром, там между, допустим, это же направление там Кирово-Чепец-Новояцк, направление вот, допустим, из чистых прудов тоже там нужно решать, конечно, проблему выезда и въезда. Это везде есть бутылочные горла. Либо это какие-то старые узкие мосты через железнодорожные пути, либо, опять же, разрастающийся микрорайон, который выезжает на узкую старую улицу, да. То есть везде для того, чтобы добраться до центра, нужно огромному потоку машин с окраин преодолеть узкие такие, да, вот эти бутылочные горла, чтобы всем вместиться в центр зачем-то. Да, ну и прежде всего, наверное, нужно каким-то образом ограничивать движение транспорта именно по направлению центра. Я думаю, оптимальным решением здесь было бы ограничение по машин по экологическому классу для въезда в центр, потому что экологическая ситуация напряжённая, она всё время ухудшается из-за разрастания автопарка городского. Вот поэтому я считаю, что вот именно таким способом нужно решать эту проблему. Это что значит, что машины новые смогут въезжать в центр, а машины, когда их достаточно старые, у которых, собственно говоря, весь набор частей, которые их заполняют, старые, они ниже к экологическим классам, они не смогут. Как это будет распределяться? Как мы определяем экологический-то класс? Ну, экологический класс определяется по количеству выбросов вредных веществ в атмосферу. И у каждого автомобиля этот класс прописан в документах. И я думаю, можно настроить, в принципе, это и автоматическим путём, то есть не ставить никаких там преград, барьеров, а просто путём слежения через видеокамеры эту проблему решить. — Тогда все наши пазики, которые сейчас работают в общественном транспорте, сразу же не смогут въехать в центр города. — Нет, ну тут речь идёт, конечно, о личных автомобилях больше всего, а не общественном транспорте. А вот то, что вы говорите о автобусах, конечно, парк сейчас устарел и требует обновления. И обновление это должно быть не покупкой каких-то старых моделей, которые поезжены, а именно это должны быть новые машины, которые будут соответствовать как раз и высоким экологическим классам. — Я не знаю, вот эти МАЗы, которые заказали на сентябрь месяц, они какого экологического класса не интересовались? — Если честно, я тоже не знаю, это нужно смотреть в документах. — Вот смотрите, когда мы делали программу по общественному транспорту, на которой как раз Альберт Гутнов, директор ДДХ, присутствовал, мы связывались с Москвой, с ведомством Лексутова, которые прошли этот этап с Казанью, с другими регионами. Они нам все говорили, специалисты вот этих дорожного хозяйства говорили, что город прежде всего должен определиться, расставить по приоритетам, по вот этим вот лесенкам, кто в городе главный. Москва определилась, у них на первом месте общественный транспорт, далее пешеходы, далее велосипедисты, далее по нисходящей личный движущийся транспорт и далее личный припаркованный транспорт. Когда мы проводили опрос среди наших слушателей, полтысячи человек проголосовало, они сказали, что в Кирове сейчас на первом месте личный транспорт и тот и другой, дальше уже только общественный, дальше уже только пешеходы, но про велики вообще, конечно, никто не думает. Вы считаете, а, кстати говоря, а на Западе там ситуация уже совсем другая, там на первом месте пешеход, потом велосипеды, потом общественный транспорт. Просто Москва поясняла, что мы еще до этого не доросли, давайте сначала общественный транспорт. И в Москве развита большая транспортная система Москвы, в которую все входит. Роллейбусы, трамваи, метро, речные там всякие, вот это вот все-все-все туда входит. Как в городе Кирове, на ваш взгляд, необходимо расставить приоритеты? На мой взгляд, вот коллеги наши из Москвы выбрали все-таки верный путь на данном этапе развития нашей инфраструктуры. И мы должны последовать их примеру. То есть на первом месте должен быть общественный транспорт, потом пешеходы, велосипедисты, ну и так далее. Потому что если мы будем вводить какие-то ограничения для личных автомобилей, соответственно, нам нужно развивать систему городского транспорта. И на этом должен быть упор. Но тут тоже надо понимать, что возможности по предоставлению приоритетов движения в наших городских условиях для общественного транспорта будет создать проблематично. Потому что выделенные полосы, это могут себе позволить только большие города, в которых широкая проезжая часть, для того, чтобы именно эту выделенную полосу под общественный транспорт предоставить. Но они одновременно со строительством и ремонтом дорог это делали, учитывали уже этот приоритет. У нас сейчас идет масштабный ремонт дорог и будет их переустройство. А эти приоритеты до сих пор не определены. Возможно, если бы их определили, то нашлось бы место и выделенка. Возможно, возможно. Но для этого нужно, я думаю, волевое решение кого-то из руководства. То есть определиться уже пора. Городу нужно сказать, кто в приоритете. Ну вот смотрите, вице-спикер областного законодательного собрания, ваш коллега Роман Цитов, он комментировал вот это заявление, которое здесь у нас было озвучено. И он сказал, что буквально следующее, что не нужно вынуждать кировчан отказываться от автомобилей. Он сказал, что на общественный транспорт пересаживать и ходить пешком вынуждать кировчан неправильно. У них должен быть выбор, и парковки городу нужны для личных автомобилей тоже. Потому что вот про парковочное пространство мы отдельно говорили, что под личные автомобили очень много уходит парковочное пространство в центре. Вы с ним согласны скорее? Или все-таки невозможно по-другому, необходимо принуждать, необходимо принимать такое решение? Вот, например, Казань говорила, когда они организовывали казанский паркинг, очень много платных парковок в Казани. Они сказали, что заранее должны быть платные парковки, и цена должна быть заранее неудобной, чтобы вот люди не ездили на личном транспорте, а пересаживались. Ну, это один из выходов решения проблемы, чтобы действительно люди больше пользовались общественным транспортом. И, в принципе, большие города все идут по этому пути. То есть во всех крупных городах, и сейчас начинается и в России, и за рубежом, такая практика имеется. То есть мы никуда не денемся. Все равно люди хотят, не хотят, если будет принято решение, будут пересаживаться и вынуждены будут пересаживаться. Будут пересаживаться, потому что многие, допустим, люди не захотят платить за парковку, соответственно, будут пользоваться какими-то другими видами транспорта, в том числе и общественным. Поэтому нужно быть готовым к тому, что и пассажиропоток может увеличиться. Ну и, соответственно, тоже нужно сделать это все доступным и удобным для людей. Соответственно, нужно делать удобные остановки, которые будут сообщать, какой автобус когда подойдет. Ну и которые должны, так скажем, в непогоду защитить наших жителей в момент, когда они ждут того или иного маршрута. Было бы куда пересаживаться, что называется, с личного транспорта на общественный. Ну вот раз уж мы затронули тему парковок, а именно этой теме была посвящена наша программа «Урбан», где присутствовал Гутнов. Как вы думаете, чтобы люди не парковались, где попало и как попало, как было сказано у нас, что нужно сделать, что решит эту проблему парковок? Штрафы, дополнительные парковочные карманы, ограничение въезда личного транспорта, платные парковки, развитие инфраструктуры в микрорайонах, чтобы люди не ездили сюда в кино, а ходили там у себя дома. Что будет более действенным? Я думаю, более действенным будет, когда в комплексе будут применены все вот эти меры, о которых вы говорили. То есть и созданные дополнительные парковочные места и в центре города, и в микрорайонах отдельных. И платные парковки, в том числе, я считаю, нужны нашему городу для того, чтобы как раз люди пересаживались на общественный транспорт. Поэтому решение этой проблемы... Нельзя выбрать что-то одно. Но в приоритете решение должно быть комплексным. Прервемся на полминуты, и у меня такой вопрос. Мы потянем вообще все это? Мы не можем решить одну проблему с одной чахлой какой-нибудь остановкой, чтобы убрать лужу. А тут нужно перелопатить всю дорожную систему. Через полминуты попрошу вас ответить. Особое мнение на 101FM Своё особое мнение высказывает сегодня у нас в эфире депутат Законодательного собрания Кировской области Фёдор Сураев. У микрофона работает Светлана Занько. И так, вот эта транспортная система, и вы говорите, что нужно одновременно делать всё. И думать о том, что полностью должен измениться парк, насколько я понимаю, общественного транспорта. И остановки сделаны, причём умными сделаны, чтобы ещё и зимой можно было укрыться. И платные парковки, и ограничения въезда по экологическому индексу транспорта. И въезды-выезды, и узкие горла, и, значит, это развязки потянет за собой. Город Киров десятилетиями не мог решить даже проблему луж у автобусных остановок. А здесь вот такую огромную систему перелопатить. Вы думаете, мы это потянем? Ну, если к этому вопросу подойти с умом, распределить это всё, допустим, не всё сразу начинать, а какими-то частями определить приоритеты, то, я думаю, если подготовиться с умом, то всё это сделать можно. Что здесь главное? Наличие денег или компетенции у чиновников, которые этим занимаются? Ну, во-первых, наверное, всё-таки... Или проектировщиков. Или грамотно выбрать проектировочный какой-нибудь, не знаю, институт, кто это делает? Во-первых, должно быть, во-первых, желание. Политическая воля. Да, политическая воля. Во-вторых, конечно, компетенции много решают в этом вопросе. Ну, и, соответственно, денежный вопрос тоже не на втором месте, но надо также понимать, что у нас скоро городу нашему будет 650 лет, и к этой дате нам будет выделено очень много средств, которые нужно будет как раз с умом потратить. В таком случае на первое место выходит именно человеческий фактор. Компетенции конкретных людей. Да. И политическая воля. А вы её видите, эту политическую волю у руководства города? Ну, раз вопросы такие поднимаются на очень высоком уровне, я думаю, что она присутствует, имеет место быть. Ну, и ещё один вопрос тоже с этого эфира. Программа «Урбан» на прошлой неделе у нас вышла. Я к ней как раз отсылаю всю эту часть особого мнения. Для тех, кого заинтересовала программа, вы можете её послушать на сайте эхакирова.ру. Это «Урбан» от среды прошлой. Там говорили ещё о создании муниципальной службы эвакуаторов. Об этом говорил и Альберт Гутнов, директор ДДХ, и присутствующие на эфире наши гости. Как вы относитесь к этой идее создания муниципальной службы? И службы её, кстати говоря, планируют уже к зиме организовать. Я отношусь положительно к такой идее, потому что все машины, которые сейчас, ну, там, автомобилисты, которые оставляют свои машины в неположенных местах, остаются безнаказанными, и поэтому продолжают это делать. То есть у нас, ну, надо понимать, что должна быть не только служба эвакуации, и должны быть ещё автомобили, так называемые парконы, которые будут ездить, и выписывать штрафы всем нерадивым автомобилистам, которые оставили автомобили в неположенных местах. То есть эту проблему надо в комплексе решать, то есть путём штрафов и путём эвакуации. И тогда, возможно, люди у нас станут более культурными, вот, и станут парковаться по правилам дорожного движения. — Нам было сказано, что уже сейчас в Кирове существует порядка 7-8 частных служб эвакуаторов. Я только не поняла, у них по одному автомобилю, что ли? Я не вижу такого огромного количества эвакуаторов, как в Казани, например. Они там зелёненькие, прям рассекают по всем улицам. Зачем создавать ещё муниципальную? — Ну, видимо, частные службы не вполне устраивают и не могут обеспечить того объёма именно спецавтомобилей, которые смогут вывезти весь транспорт города. Ну и, наверное, так скажем, бизнес — это довольно прибыльный, раз он находится в частных руках. Главное, чтобы муниципальная служба тоже управлялась с умом, и чтобы польза была и городу, и эта муниципальная служба сама себя обеспечивала и ещё прибыль приносила в городской бюджет. — А никак у нас вот разные мупы? — Да, никак. Обычно, да, у нас мупы получаются убыточными и ещё... — Коррупционная составляющая там большая сейчас, находит её прокуратура. Буквально каждый муп трясут. — Ну, я считаю, это правильно. Нужно наводить порядок во всех этих структурах. Но надеюсь, что новая эта служба будет избавлена от таких пороков. — Вас когда-нибудь эвакуировали, Ваш автомобиль? — Так, в Кирове — да. Один раз меня эвакуировали. Приехал я на совещание. Сюда меня припросили. — В центр как раз, в серый дом. — В центр как раз, да. Вокруг не было свободных мест. Вот поставил под знаком. И потом пришлось забирать машину со штрафстоянки. — Ну, кстати говоря, вот театральная площадь, где мы находимся, где постоянно невозможно припарковаться, и большое количество транспорта, действительно разные совещания, и к нам на эфиры приезжает негде припарковаться, это было то самое место, где предлагалось в первую очередь подумать о системе платных парковок. В частности, и для того, чтобы чиновники перестали ездить на частных автомобилях на работу. Ну, с себя бы начали. Как к этой идее относитесь? — К идее, ну... — Вот вы бы приехали на совещание, и была бы платная парковка. В совещании у вас час-полтора. — Ну, в принципе, нормально отношусь. Отношусь нормально. Но надо понимать, что, допустим, эти же работники, которые администрации, которые на личном транспорте, нужно понимать, что для них какие-то либо выделенные места должны быть, либо какие-то льготы. Потому что платить каждый день, приходя на работу... — На общественный транспорт, пожалуйста, пересаживайтесь. — Ну, тоже как идея. — Первыми будьте в этом. — Тут у нас еще рядом с областной администрацией установлены знаки «Движение запрещено». И раньше, я помню, когда только получил права, за этим очень четко следили наши доблестные сотрудники ГАИ. — У нас здесь был один героический абсолютно ГАИшник, которого мы все знали. Вот он следил очень четко. — Он очень четко следил, да, и лишние автомобили сюда не пропускал. То есть, если вы тут работаете или живете, пожалуйста, приезжайте, оставляйте свои машины. А если вы тут не работаете и не живете, то, извините, делать на личном автомобиле вам тут нечего. Вот сейчас, к сожалению, это не исполняется, поэтому такие ситуации возникают. Что говорит о том, что... — Опять человеческий фактор. — Да, человеческий фактор. — В данном случае уже сотрудники ГИБДД. Власть в лице Ирины Рубцовой, которая возглавляет городскую архитектуру, тут предложили на днях, буквально тоже на прошлой неделе, предложили горожанам направлять свои идеи по генплану города. Обсуждается генплан города, были общественные слушания. Мы знаем, что будет заказан и уже выбран подрядчик, кто будет разрабатывать этот генплан. Это будет Новосибирский институт. Деньги к юбилею города, о которых вы уже заговорили, тоже назывались. Порядка 100 миллиардов рублей по разным программам могут прийти. Горожане начали предлагать уже свои идеи, что прежде всего нужно в генплане учесть. Например, одна из ярких таких идей, которая была на этих общественных слушаниях озвучена, это избавить побережье Вятки в черте города от промзон. Их у нас там много. Понятно, почему они в свое время струились, потому что Вятка была судоходной и активно использовался этот транспорт. И мы видим здесь в городе улица Заводская и вот это Северное кольцо, все промзона, прекрасный склон такой с видом на Вятку. У нас видим в Нововятском районе и, пожалуйста, Вересники. Это практически тоже промзона с жилыми бараками. Вот как вам эта идея? Вот сейчас конкретно эту идею обсуждаем по судьбе промзон в черте города. Ну, идея неплохая, но для ее реализации нужно выделить какие-то участки земли. Допустим, не в черте города, а на выездах из города. Для переноса производства? Для переноса производства, да. И обеспечить эти промзоны всем необходимым. То есть туда должны подвезти инфраструктуру, газ, электричество, сделать дороги и, пожалуйста, переезжайте. Вот тогда реализация этого проекта возможна. Но для этого, соответственно, нужно найти подходящие для этого участки. Да, но в этих промзонах у нас производства практически не осталось. Очень мало этого производства. Чего там только нет. Там есть мойки, гаражи, я не знаю, какие-то... Начали появляться, кстати, такими инклюзиями рестораны и клубы ночные в промзонах популярные у молодежи. То есть сама культурная жизнь стала захватывать вот эти промзоны. Это, наверное, подталкивает, я не знаю, как вы думаете, власти, чтобы подумать об этом или нет? Или это процесс пока никак властями неуправляемый? Ну, пока неуправляемый. Там, как я понимаю, все находится в частных руках. Все распродано. Когда земли и участки не востребованы для производства, соответственно, они находят других хозяев, которые находят этим землем и помещением другое применение. Ну, окей, вот представьте это Северное кольцо. Вы, конечно, там не раз были. Вы считаете, что там нужно оставить все как есть или нужно вложиться действительно и превратить это в жилую или культурную, или как в Москве, там какой-нибудь флакон, такую вот зону? ЗИЛ, вспомните, микрорайон в Москве. ЗИЛ, да. Мы же мечтаем теперь по-крупному. Нет, конечно, было бы лучше, если бы вот именно та часть города перестала быть такой полузаброшенной, там, в которой когда-то были производства, сейчас нет. Нет, я думаю, земли эти нужно передать для тех инвесторов, которые предложат очень хорошее, сделают хорошее предложение для города и создадут там и, может быть, жилую какую-то инфраструктуру. Но чтобы это была не просто жилая застройка, а именно современный микрорайон со всеми удобствами, чтобы жителям этого микрорайона не потребовалось, допустим, выезжать для каких-то действий в этот же центр города. Если там на берегу Вятки сделают современный микрорайон со всей инфраструктурой, что оттуда выезжать, красивее места не будет просто в этом городе. А сами бы вы, вот сейчас мы прервемся на перерыв, я дам вам полторы минуты как раз за рекламу подумать, сами бы вы какие глобальные проекты для города предложили, чтобы их учли в новом генплане. Через полторы минуты, Федор Сураев. Это программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывает депутат областного законодательного собрания Федор Сураев. У микрофона работает Светлана Занькова. Мы заговорили о том, что власти, в лице Ирины Рубцовой, которая возглавляет городскую архитектуру, предложили горожанам направлять свои идеи по генплану города, который будет заново разрабатываться. Тогда уже подрядчика нашли, разыграли конкурс, серьёзные какие-то идеи, которые могли бы быть учтены в генплане, потому что, опять же, мы напоминаем, что приближается юбилей города, 650-летие, что деньги туда будут вкладываться, и все ждут каких-то серьёзных, уже начали говорить о том, что мы ожидаем, глобальных и серьёзных перемен в городе. Илья Вячеславович Шульгин постоянно говорит о том, что мы должны превратиться в современный мегаполис, а не плестись в конце городов российских. Есть очень много скепсиса, конечно, по этому поводу, но вы уже, Фёдор, отметили, что была бы политическая воля и грамотное руководство, и компетентные сотрудники, всё можно сделать. Так вот, вы бы лично, какую бы свою идею направили для генплана города? — Для генплана города? Ну, я вот считаю, что нам как раз-таки не хватает современных жилых микрорайонов, в которых присутствует сеанс инфраструктура, и, возможно, какие-то физкультурно-оздоровительные объекты. То есть для того, чтобы у населения была возможность заниматься спортом, а не ерундой. — А что такое какие-то спортивные инфраструктурные объекты? Какие конкретно? Вот скоро у нас легкоатлетический манеж будет открыт. Мало? — Ну, отлично, что он будет открыт. Я думаю, что было бы неплохо. — Как вы себе представляете всё-таки эту спортивную инфраструктуру города? Где она должна размещаться? Какая? — Ну, в принципе, она должна быть в каждом микрорайоне, я считаю, что в каждом микрорайоне должно быть какой-то центр спортивного и физкультурного притяжения, чтобы люди этого микрорайона могли заниматься спортом и физкультурой. Может быть, даже и не профессиональным спортом, а именно физкультурой, чтобы... Потому что спорт — это такое, так скажем, узконаправленное... — Для ограниченного количества людей. — Да, физкультурные объекты, они могут быть для именно массового притяжения людей. — Ну, вот всё-таки вот эта история. В каждом микрорайоне что? Легкоатлетический манеж? Или должен быть обязательно бассейн? Или какое-то количество спортзалов типа фитнес-центров? Или должна город весь пересекать всё-таки сеть беговых и велодорожек, чтобы можно было на улице спортом заниматься и ходить там с палками? Как вы себе это представляете? — Ну, я представляю. — Потому что, знаете, откроют маленький какой-нибудь фитнес-центр и скажут, вот вам, пожалуйста, центр притяжения спортивного. Занимайтесь. — Ну, я считаю, что всё-таки, во-первых, и вот для пешеходов должна быть устроена среда городская очень удобная. И для велосипедистов в том числе. Надо понимать, что там большую часть года у нас всё-таки зима, да, и на велосипедах особо не поездишь. Поэтому, наверное, всё-таки приоритет должен быть отдан именно пешеходам. Пешеходам, а велосипедисты — это уже как на втором месте. А то, что вы говорите о разных микрорайонах, я считаю, что не обязательно там в каждом микрорайоне должен быть манеж или в каждом бассейне. Что-то одно из этого. То есть либо бассейн, либо манеж, либо там, не знаю, какой-то там теннисный корт, либо, ну, что-нибудь одно, чтобы люди могли в свободное там время своё посетить. — А за другим они поедут в другой микрорайон, если мы будем по одному только теннисному корту открывать? — Нет, ну, как бы в одном месте всё, всё равно не понастроить, хотя бы так. — Как сказать, я вот, например, когда, простите, жила в Канаде почти 30 лет назад, там вот как раз в каждом микрорайончике, в каждом маленьком городке были вот такие комплексы, в котором было всё. Бассейн, качалка, помещение для сквоша, волейбол и так далее. Это не были гигантские какие-то здания, но это было очень хорошо всё зонировано и функционально, и весь город в нём занимался. Но, кроме всего прочего, конечно, чего уж говорить, пешеходная и велосипедная параллельная инфраструктура — вот что преображалось, когда городскую, собственно, систему движения делали дорожного. — Это, наверное, самое главное, потому что если бы мы, наверное, ходили пешком и передвигались на великах тех же, например, на велосипеды садятся уже в мае месяце, нынче август уже 4 месяца езды, простите, да, для тех, кто говорит, что у нас совсем там северный город и ещё как-то так. Да, ну хорошо, спортивная инфраструктура, чтобы не занимались ерундой, как вы сказали, занимались бы спортом. Отлично, отлично, посмотрим, будет ли это учтено в нашем генеральном плане новом. Это особое мнение, своё особое мнение сегодня высказывает Фёдор Сураев. Вот пока мы обсуждаем с вами мечтаем о городе, да, таком замечательном, где всем есть место, и мы занимаемся не ерундой, а работой, спортом и отдыхом, так вот, наш сетименеджер Илья Шульгин разносит управляющие компании «Исах» за горы мусора у контейнерных площадок. В чём, на ваш взгляд, корень зла? Вот мы который день уже обсуждаем эту проблему, и до вашего прихода в дневном развороте здесь как раз представители «Исаха» и активисты были, и там свои версии высказывали. Вы что думаете? Во-первых, видите ли вы эти кучи мусора? Ну, периодически они возникают в тех или иных местах, и на это, конечно, очень грустно смотреть. Корень зла, я считаю, что всё-таки работа должна вестись периодично, то есть постоянно, периодично-постоянно, чтобы, может быть, сократились сроки вывоза этого мусора, потому что вот эти горы мусора, они разрастаются очень быстро, вот, чтобы подрядчики обратили внимание на вот именно периодичность. Подрядчики говорят, ну, слушайте, у нас какие есть договоры, за эти деньги мы вывозим. «Сах» говорит то же самое, сколько платят, столько повезём. Не платите, убираем контейнеры, не платите, не будем вывозить. Есть логика в этой истории? Приуправляшки говорят, ну, вот народ плохо деньги задаёт. Кто-то говорит, что, вот, как, опять же, уже упомянутый Роман Титов, что управляющие компании нецелево расходуют деньги, то есть вместо того, чтобы платить за вывоз, они на что-то другое расходуют. Понятное дело, что нужно вовремя вывозить, вывозить почаще, поставить контейнер, но кучи-то растут и растут. Ну, конечно, тут нужен вопрос к управляющим компаниям, прежде всего, да, каким образом они расходуют свои средства и на что в первую очередь направляют, и тоже определить какие-то приоритеты в расходовании этих средств, ну и, соответственно, проводить работу по взысканию за должности нерадивых жителей, которые не хотят платить там за коммунальные услуги. Вот вы радеетесь за экологию, вы понимаете, что мы находимся в самом старте мусорной реформы глобальной, да, и мы постоянно видим, там, Москва всегда у нас там впереди планеты всей, она уже несколько лет назад приступила к тому, что в офисных центрах, в аэропортах стали размещать контейнеры для раздельного сбора мусора, сейчас уже следует заявление о больших траншах на строительство мусоросортировочных и перерабатывающих заводов, у нас тишина. У нас тишина, конечно, это печально. Или это никак не влияет на кучу мусора в городе? У нас тишина, не знаю, по каким причинам, но вот слышал я о таких разработках, которые ведутся вот сейчас в Сколково, и что сортировка мусора вполне может и не пригодиться, то есть есть такие сейчас технологии разрабатываются, при которых сортировка будет не нужна, то есть весь мусор будет там перерабатываться, и там какие-то бактерии, какие-то газы, вот, и потом уже из этого будет какое-то химическое производство. Компост, как в Америке? Ну, технологии я точно не знаю, это вот все в разработках, но вот идея такая, что не нужно будет ничего сортировать, просто привезти, сдать и все, а там уже дело технологии, как говорится. Вот, поэтому я очень надеюсь, что эти разработки достигнут своего апогея, так сказать, и будут внедряться у нас вот как раз во всех городах. Ну, опять мы с вами мечтаем, мы с вами, конечно, о мечтах о Сингапуре, что называется, а пока на месте, как решить проблему. Пока что мы видим чуть не каждый день совещание у Шульгина с разносом, а горы растут. На месте проблему надо вот именно решать с низов, я так считаю. Вот, а потом, я думаю, если будут новые технологии, то сортировка мусоров вообще не понадобится. Вот, а сейчас, допустим, эти же вот контейнеры мы у нас устанавливаем, да, для различного вида мусора, а свозится все равно в одно место, и сортировочного завода у нас нет, переработки нет, поэтому смысла на это тратить деньги сейчас я не вижу. Федор Сураев, его особое мнение слушаем, мы сейчас успеем еще одну тему обсудить. С бизнесом активно обсуждается тема благоустройства, точнее обсуждается участие или не участие бизнеса в этом самом благоустройстве. Игорь Васильев, губернатор области, он сказал, что следующее, нельзя сидеть и ждать, когда инопланетяне прилетят и сделают нам хорошо. Да и кто, да и как-то пока они не прилетают. И еще он говорит, я надеюсь, что все кировские предприятия, не только промышленные, но и торговые, наконец-то последуют многочисленным примерам, и тогда город преобразится на наших глазах, каждый несет свой пассивный клад. Он призывает бизнес участвовать в благоустройстве. Что скажете? Я скажу, что... Как бизнесмен. Наверное, все-таки правильно, да, привлекать бизнес к этому вопросу. Вот мы, в свою очередь, рядом со своей территорией полностью благоустраиваемся за свой счет, все эти газоны, цветники. Вот, и я считаю, что все должны поступать точно так же. То есть если у вас... А как широко и насколько дальше вы можете шагнуть газоны и цветника? Готовы ли благоустроить тротуар, прилегающий к вашей зоне? Например? Тротуар, в принципе, я думаю, это по силам. Парковку внешнюю для автомобилей сотрудников? Внешнюю парковку это нужно уже согласовывать с администрацией, чтобы дали разрешение на размещение парковки, потому что там довольно-таки... Ну, во-первых, это и движение должно быть определенным образом организовано. Понятно. Ну, вот они запланировали, сказали, отдавайте вы вот парковкой вот этот карман, или, например, остановку автобусную, там же есть автобусная остановка у вас, сделайте ее современной, вот она столько стоит, вложитесь. Я провоцирую сейчас вас, вы не должны мне говорить, что я согласен прямо сейчас, но прикиньте, например, обратятся, пусть каждое предприятие... Вот у нас есть парковки стандартные, ребят, вложитесь, пожалуйста, у своих предприятий, купите такую стандартную парковку. Остановку. Остановку, да, остановку общественного транспорта, да. В принципе, я думаю, это возможно, если, допустим, остановка общественного транспорта будет, допустим, названа в честь предприятия, да, и на этой остановке будут размещаться какие-то рекламные материалы, продукции предприятия или что-нибудь типа того. Или, там, не знаю, какая-то небольшая розничная торговля, допустим, организованная или, там, этот же вендинговый автомат, если это актуально. Вот. Тогда, я думаю, в принципе, это заинтересует и бизнес, и город может заинтересоваться. А остановка общественного транспорта, которая находится по улице Воровского рядом с вашим предприятием, как называется? Малочный комбинат называется. Так. Так, ну... Уже есть название. Уже есть название, да, менять не придется, поэтому нужно тут вопросы вот по рекламе тогда урегулировать. То есть вы готовы сесть за стол переговоров и совместно решить, чтобы вас услышали важно, да, ваши предложения. А так, например, остановки общественного транспорта вполне могли бы приглянуться предприятиям, и вы бы вложились в современные красивые остановки. Спасибо. Будем смотреть, как все будет развиваться. Мы стремительно приближаемся к урбанистическому форуму, который пройдет 23-24 октября. Там будут все эти вопросы подниматься. Кстати, планируете ли вы принять в нем участие? Ну, приглашения не получал, поэтому... А я так понимаю, что и не будет никаких приглашений. Не будет никаких приглашений, да. Это открытый форум. Открытый форум. А может и будет, я не знаю. Но вам интересно? Ну, интересно было бы послушать. Вот в таком круглом столе, где бы обсуждали вопрос участия в благоустройстве бизнеса, приняли бы участие? Если бы пригласили, конечно, принял. Я передам ваши слова, и мы, может быть, даже в новости это возьмем, чтобы власти это услышали, потому что тогда бы это решило на месте какие-то вопросы. Да, ну, а вообще, в принципе, вот вопросы благоустройства, это, наверное, все-таки к депутатам Городской думы больше относятся, потому что мы немножко другие задачи решаем. Но если конкретно будет вопрос обсуждаться о участии бизнеса, то я, конечно, принял бы участие. Спасибо, Федор Сураев. Его особое мнение мы сегодня слушали. У микрофона работала Светлана Заньков. Всем хорошего дня. Особое мнение на 101FM